Завершился ремонт здания Государственной ветеринарной клиники Люберецкой ветеринарной станции. Обновление коснулось не только стен, но и оборудования. Все подробности у моих коллег. Пусть ваша репутация будет безупречной, а успех не заставит себя долго ждать. Желаю уверенного прогресса, вперед, профессионального совершенства в работе. С уважением, министр сельского хозяйства и продовольств Московской области Сергей Борисович Воскресенский. Государственная ветеринарная станция работает в Люберцах более 50 лет. Здесь трудятся около 60 специалистов. Клиника ждала ремонта более 30 лет. Я уточнил, за счет каких средств. И было приятно услышать, за счет собственных. Заработаны деньги своими силами. Есть услуги, которые крайне востребованы. Так уж складывается, когда уж есть живое существо, то дело времени, когда тоже требуется какая-то помощь. Дарья Куц решила сразу опробовать обновленную ветеринарную клинику. Сегодня с ней ее верный пес Джонни. Теперь все необходимые медицинские процедуры он сделает здесь. Огромное вам спасибо за то, что сделали наконец-то такое крутое здание. И то, что теперь мне не нужно будет ездить по нескольким учреждениям. Я смогу сделать все здесь и контролировать здоровье своих питомцев. Светлые обновленные кабинеты уже готовы принять пациентов. Новые рентгеновские и УЗИ-аппараты позволяют делать снимки в цифровом формате. Здесь можно записать своего любимца на прием к онкологу и травматологу. Айсти привели к грумеру для подготовки к выставке. Здесь мы проводим прием животных, осмотр, вакцинацию, также и хирургические манипуляции. Весь спектр ветеринарных услуг. Груминг соответственно. Мы можем оказывать услуги мелким домашним животным, крупным домашним животным, даже сельскохозяйством. Сейчас тенденция пошла, многие разводят коз, овец. И мы ведем прием. И экзотические животные, попугаи, грызуны. Также есть выездная ветеринарная служба. В автопарке станции 4 специализированных автомобиля и 2 лаборатории. Ветеринарная клиника работает без выходных с 9 утра до 9 вечера. Дмитрий Гринчев, Денис Заугонников, телеканал ЛРТ.